Всем привет! Сегодня мы проводим такую коллективную конференцию из разных мест, чтобы показать пользователям как правильно пользоваться сайтом и форумом. Потому что свой блог я в течение месяца буду постепенно переводить на сайт, чтобы не было разночтений. Поэтому с нами любезно согласился посотрудничать с Сергеем. Здравствуйте! Плюс еще у нас на конференции Сергей и Алексей, это модераторы сайта. И вот все четвером мы будем помогать провести по всем этапам или уровням нашего Сергея. Сергей будет, скажем, обычным пользователем, который попал на сайт. И вот модераторы Сергей и Алексей ему немножечко расскажут о сайте и о некоторых нюансах. Давайте, ребята! Сергей, ты начнется, или я? Ну, давай, как бы, может быть, и я начну. В общем, сейчас, на данный момент, мы видим сайт LinuxRomanov.info. Этот сайт посвящен и создан, так скажем, на основе блога Алексея Романова. На данный момент пока что является копией блога. Так как сказал Алексей, блог будет постепенно в течение месяца или двух закрываться. И сайт будет основным, так скажем, местом размещения всех дальнейших видеоуроков и всей полезной информации. Кроме сайта у нас, значит, есть форум, на котором пользователям необходимо будет зарегистрироваться для того, чтобы полноценно им пользоваться. Вот, давай, Сергей, перейди на форум, потому что я, как бы, не могу управлять твоим экраном. Вот, значит, первая страничка для любого пользователя, который зайдет первый раз на форум. Здесь надо произвести, необходимо произвести процедуру регистрации. Регистрация достаточно простая. Вот внизу ссылочка есть, Сергей, возьмите. Да, да. Значит, прочитаем условия, так скажем, и согласаемся с ними, прежде чем зарегистрироваться. Я читать не буду, я... Слобы... В России, как бы, рекомендуется всем читать. Да, я знаю, что читать, но это длительный процесс, это уникать надо, поэтому... Созрай мне, можешь-ка оплановить, что-то у тебя как-то... Сниматься. Ну, здесь, значит, зависит от каждого пользователя, надо придумать имя своего пользователя, здесь действующее, обязательно, обращаю ваше внимание, действующий адрес имейл, придумать свой пароль, и ответить, так, где капча должна быть. Ну, в общем, давай, заводи имя пользователя, которым ты будешь пользоваться. Я, как обычно, всегда только свои ввожу, это надо так. Рассортируйте по смыслу овощи. Ну, здесь просто, в принципе. Морковка. Так, овощи, овощи, бананы у них не помню. Почту электронную. То есть, нужно проявить новое окошко и проверить новые сообщения. Всё. Регистрация успешна. То есть, первое... Первый шаг, который нужен для того, чтобы пользоваться форумом, сделан... Ну, здесь, в принципе, слово фондарма. Справа появились вот окошки. Да? Управление личного кабинета. Вот появился новогодний. Почтовые, личные почтовые. Уведомления. Сейчас задаваем вопросы. И выход. Так, вот, самое наивающее. Вот, новые сообщения. Видишь? 26. Это, получается, ещё не прочитано, какое сообщение. Что-то многовато. Да, нет, это самые новые сообщения, которые на форуме висали. А, пардон, пардон. Ну, всё понятно. Которые он не прочитывал. Поэтому... Да, я тут только зашёл первый раз. Ну, вот, момент, надо сейчас пошать в данный момент. Новое сообщение 26. Нажми, пожалуйста, вот здесь. От злоевых, не за. Нет, нет, нет. Вот, левая. Вот, злоевых, ниже. Вот, нажал. Вот эти сообщения, которые ты не читал. Ты, получается, можешь прочитать каждое из этих сообщений. Или любое. Офигеть все, как прочитанные. Или любое, которое тебе понравится по смыслу. Либо, да. Да, совершенно верно. Кликай по-любому. Давайте вот это возьмём. Ну, нашёл Алексея сообщение. Ой, проснул. Вот живые обои для... Я вижу. А ну, покликайся. Нет, нет. Сможете прям здесь нажать и просмотреть видеообзор. Если у вас есть, допустим, описание какого-либо там полезного команды или что-либо там полезной программы. А внизу, если имеется, ещё и подробный видеообзор данного либо приложения, либо какой-либо полезной вещи, которая используется в минусе. Ну, давайте попробую ответить на это. Вот, 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 вот. Сделать отметку. И как сказать. Совершенно верно. Следующий шаг, который нужно сделать, это сделать вот это. Например, вам спасибо, что полезное видео все получилось. Да, 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 да. Давай. А если у нас других видео не делает, кто это полезный? А сам пользует? Стараюсь. Поэтому я... Да, я бы... Вот, просмотр появился, посмотрел. Нужно отправиться. Да. Вот нам администратор сайта, Сергей Олегович, он обещал ещё одну штучку сделать. Вот, допустим, ты посмотрел эти команды, посмотрел видеоролик, а вот лень тебе писать что-то. И он, значит, обещал нам сделать кулачок вверх, кулачок пальчик вверх и пальчик вниз. Класс. Либо пальчик. Нравится, не нравится. Как в ВКонтакте, как на... Да. Как на друге. Да, совершенно верно. Очень хорошо. Пока это... Я здесь вот уже даже вижу справа, вот эти самые стоят отметочки, что можно поделиться. Что это даже очень сейчас хорошо и современно это всё на Фейсбуке, ВКонтакте, можно на Твиттере, Google Plus. Вот ещё бы хотелось, ну как бы сейчас всё равно ещё популярны, ещё и одноклассники здесь. Или здесь где-то есть? Пользуйтесь. Одноклассники, ВКонтакте, там это самое... Ну, добавят, я думаю, нам Сергей все эти дела. Да. Просто сейчас как бы это только вышло со стадии разработки и сайт... Да, я понимаю, что сейчас разработка идёт, разработка. То есть в вашем примере просто показываем, что всё уже реально работает, этим ресурсом можно пользоваться, здесь можно общаться, подсказывать какие-то... Если вы что-то знаете, вы можете поделиться этим, а есть отдельный раздел «Курилка», там можно общаться вообще на все темы. Ну, естественно, как и обычно, кроме политики. О чём угодно. О кино, о машинах, о девушках. Рассказывать друг другу анекдоты. В конце концов, всё, что угодно. Только не ругаться, никаких ни мата, ни оскорблений, ничего подобного. Всё спокойно, цивильно, мы в обществе, и мы все люди. Поэтому всё остальное будет просто пресекаться на тайне. Да, итак, что, значит, мы не принимаем или считаем неприемлемым, значит, какие-либо ущемления людей по полу, по возрасту, по религии, по политическим убеждениям, и по каким угодно, по языковым, там, и так далее. У нас язык общения русский, поэтому, значит, здесь сайт сделан для русскоязычных людей. Не только для русских, а тот, кто может говорить на русском языке и писать. Ради бога. Общайтесь, никто вас ущемлять не собирался и не собирается. То есть мы такие вещи просто не любим. Я знаю, что достаёмся аудиторию держать именно тем, кому это интересно. Собственно говоря, Алексей и создавал этот сайт для того, чтобы собрать здесь круг единомышленников, а не чтобы здесь друг на друга, извините, гавкали. И поэтому, ну... Я могу сказать про себя, что мой опыт общения с Линуксом начался после того, как я в первый раз попал на... Посмотрел видеоролики на Ютубе от Алексея, и потом прошёл по ссылке. Вот я вначале посмотрел несколько роликов его, не обучающих, потом я прошёл по ссылке, потом я что-то пытался ставить на виртуальную машину Линукс, у меня началось всё с виртуальной. Никогда раньше не занимался виртуальными, вообще даже не выумил, что когда они были того. Потом я на Ютубе поставил виртуальную машину, потом пробовал ставить Линукс, Линукс МИД поставил, Мунту пробовал на виртуалке. Ну вот так вот у меня пошло знакомство. И вот сейчас вот я практически не покажу, что стоят две системы. Потому что некоторые программы всё-таки не работают под Линуксом, не только на Линукс. Ну давай обсудим эти программы. В принципе, я думаю, что в практически любой программе есть замена на Линукс. И как бы... Подсоздать такие программы, если, например, тебе кажется, что какая-то программа единственная уникальная для Виндовс, как бы... Я думаю, что можно поискать это, что не для Виндовс. И тогда, наверное, редко на форуме по этой тематике было бы интересно. Я тут для многих пользуюсь. Да, ну, например, сейчас она появится, допустим, тут вот, скажем, Ищу, можно её назвать так, Ищу, Ищу, и так сказать, что... Давайте так. Вот смотрите, мы несколько отвлеклись, значит, модераторы тоже люди, увлекающиеся, Значит, вот я вижу задачу какую. Вот человек, значит, попал на сайт. Вот он зарегистрировался на форуме. Значит, проверил свою почту, по ссылочке прошёл, значит, активировал. Всё. Он у себя, как говорится, находится в кабинете кинофоруме. Прочёл, посмотрел какую-то информацию, она ему понравилась. Он написал свой отзыв, этот отзыв ушёл. Дальше, человек хочет посмотреть, а что вообще, какие разделы есть на форуме. Вот, модераторы, давайте-ка покажите, что у нас есть за разделы, и как с ними ориентироваться. Значит, Сергей, вот, пожалуйста, список форумов. Нажимаем. Чуть пониже, чем ты сейчас навёл. Ну, список форумов, форум. Да. А вот здесь, значит, на этой странице видны все, так скажем, форумы, которые на данный момент присутствуют. В каждом форуме есть свои, так скажем, ветки, так называемые подфорумы, которые сообщения и сами эти ветки могут создавать уже и сами пользователи. Самое главное, подфорум соответствовал тематике основного форума. Ну, например, например, вот новости мира Linux, пожалуйста, нажми. Вот, смотри, новая тема, да? То есть тебя интересует из новостей мира Linux какая-то определенная тема, которую ты здесь не видишь. Здесь ты видишь Асманжара, то, что первое превью выпущено, и Сонар-2016, да? Но у тебя есть еще какой-то вопрос, который ты хотел бы обсудить. Ты можешь назвать кнопку «Новая тема», корректно его назвать, «Ну, что бы ты хотел здесь видеть, вот здесь вот, за новостью, да? Ну, и же, изложить суть». Вот давайте как раз и создадим. Пока. Значит, у Сергея был... Сейчас мы не будем на это упор. Да, давайте так. Я сейчас... Сергей, поставь пять единичек и отправь туда. Теперь, модератор, расскажите, он потом может вернуться и отредактировать свое сообщение? Да, если он сохранит черновик или... Ну, что-то кнопочка-то «Сохрани черновик». Кнопочка-то не активная, сохранить. А, вот, «Сохрани черновик», вот так написано. Нажимай. Попробуй нажать. Попробуй нажать. Сохранить, подтверждайте, да? Без всякого сохранения даже черновики, вот сейчас просматриваю свои темы, я их не сохранял, черновики. Доступна функция редактирования моему сообщению? Ну, нам доступно, потому что мы модераторы. И сообщение так, что это мы, черновики. Вот как теперь ему зайти в свой кабинет и посмотреть на те сообщения, которые он создал, допустим, или что? Очень просто. Он воздал личный раздел, я не знаю, ну какой-то там. Ну, откройте. Он открой с левой стороны весь. Да, вот личный, вот личный. А вот, а вот черновики, вот черновики, открывайте. А, вот черновики. Ну-ка, давайте-ка. Ну, ребята. Ну, вот и все. Да, вот видите, как все проще. Оказалось, гораздо все проще, чем это. Ну, это второй спад. Ударить отмечу. Вот это я, наверное, ударю, потому что оно мне не нужно. Да ради бога. Вот это я ударил. Так, вернусь в срочный раздел. Опять черновики. А, ну, я черновики. Ну, вот оно очень хорошо. Тут у вас и закладочки, и подписки там. Да, вот с начала, зарегистрировано, когда. Так, подписки. На что вот подписался, ваши подписки оформлены. Закладки. Очень хорошо. Почему, допустим, человек, который пришел, получив на сайт, как бы, посвященный этой тематике, зачем нужно ограничивать его в том, что, зачем он пришел сюда. То есть, мне, допустим, это то же самое, что я бы сейчас повесил ролик и скрыл его от посторонних глаз. То есть, я в этом, допустим, смысла не вижу. Здесь мы помогаем друг другу. Собственно говоря, и создается сайт для этого. Ну, основная цель, да, для общения. Здесь написано компьютерная помощь. То есть, сюда люди приходят решать какие-то свои проблемы. Ну, например, будешь повидеть, то согласны с мужиком, жители-хléoser, вопросов нет. Ну, тогда у меня тогда вот такая вот еще есть. Я, например, до сих пор, я не могу видеть, будто Алексей упоминал видео, что он там, как говорится, у него свои есть какие-то уроки, своё обучение, свой курс обучения. Но я до сих пор, например, не имею представления, что это из-за себя представляет его курс обучения. Во-первых, справа сверху. Финансовый отдел, платные услуги, бетинг-статки. Да Нет Платные условия Нет, вот это Вот здесь вот два примера Дистанционного обучения основам бейтинга Затем здесь все условия То есть это вещи серьезные Заинтересуется может быть там один человек из тысячи Потому что эти дела связаны с деньгами Ну, весьма любопытные Никто гарантии не дает Ну, вот примеры здесь Вот нажмите на примеры здесь Примеры здесь Синим цветом, прямо большими буквами написано Да? Нажмите Вот два видеоролика Значит Ну, они хотя бы частично Людям рассказывают О том, о чем будет Чему я буду, как говорится Учить людей Значит, лично Это будут мои авторские уроки И смею вас уверить, что они будут Не дешевые Но, тем не менее Значит, вот Кому вот это вот будет Тема интересная Они со мной связываются Связываются или по скайпу Или пишут мне на мыло На электронную почту И там, значит, уже пишут Что хочу, значит, обсудить с вами Вопросы, значит, дистанционного обучения Там, бетингу Вот и все А вот это А на основном сейчас Который сайт А вот теперь зайдите Зайдите на основной сайт Теперь На сайт Ну, было другая вкладка У вас Вот, да Зайдите на главную На сайт Зайдите Не на форум, а на сайт Ну, я сейчас входит Не помню И займу на сайт Пожалуйста Так Так, ребята Модераторы Ну-ка, помните Это самое Где там чего Где он? Где он? Вот он, вот он Повыше сейчас Повыше Это закрытые устаревшие темы Информация о клубе Вот этот, что ли? Закрытый клуб для подписчиков Здесь А, ну что такое И как сюда попасть Нажимаете Ну, понятно Ну, значит Значит, ну Здесь Пока еще Сайт Ну, видимо, не запомнил Да, но я думаю, что В первой сентябре Я буду ту информацию Ну, представьте Пенс Будет, можно будет Ну, вы представьте Ну, с вами перенесется Я так понял Появится новый раздел Такой же, как на моем блоге Где, опять-таки Будет дана парочка Там Видеороликов Ну, естественно Без раскрытия Авторской методики Потому что Это дорого стоит Ну, вот Они перенесутся То есть Вот то, что вы сейчас У меня По вашему блогу Вы прошли Вот на эти ваши Видеоролики Вот это Здесь будет Здесь размещено Но оно будет Пребраться в доступе Все остальное Будет уже закрыто Как говорится В закрытом доступе Теперь, пожалуйста Опустите ползуночек В самый низ В самый-самый низ Так Пожалуйста Перейдите на сайт Да И опять ползуночек В самый низ Вот посмотрите Сегодня 8 марта Статистика начата С момента открытия сайта С 3 марта Вот за все За это время На сегодняшний момент Значит Сколько Было просмотров Страниц Сколько было Посетителей Сколько в среднем В сутки Просматривали Значит Страниц И сколько В среднем Было посетителей В сутки Ну и вам спасибо Да Вам тоже Спасибо Поздравляю вас Женским праздником Женщин всех Поздравляю Женским праздником Желаю вам Всем Счастья Здоровья Успехов Удачи Любви Море Море святов И так далее Вот Значит Я теперь думаю Что пользователи В конце концов Более или менее Будут уметь Обращаться С новым сайтом Уже это Как говорится Более уверенно Смогут там Правильно Зарегистрироваться И пользоваться Всеми Как говорится Как бы это Фишками Значит Которые предоставляются То есть Фишек много Фишки хорошие Вот И Все таки Поблагодарим Модераторов Потому что Действительно Ребята Большую работу Сделали Скажем так Разжевали Показали И все По-моему Смотрится Кстати Мне очень понравилось Как у него Сделана Цветовая гама Ставая схема Глазами Устают Вот Это Классному Техническому Директору Главное Значит Обблагодарите Его Сергей У нас Вообще Молодец Говорится Незаменимый Человек Ну ладно Спасибо До новых Встреч